В эфире БукТВ. Итоги недели. Я Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что нового и интересного произошло в городе Бресте. Сегодня в выпуске. Сегодняшний день Ковринского путепровода. Зачем и почему данщита реконструкция, на какой стадии находится его строительство и как сегодня организовано движение по мосту? На все эти вопросы нашему корреспонденту Анастасии Стропко ответил заместитель генерального директора Открытого акционерного общества дорожно-строительной тресты номер 4 города Бреста Валерий Денисю. Социальный объект, модернизация которого внесет существенные изменения в систему здравоохранения областного центра. Председатель Брестского был с полкома Анатолий Лис. Посетил с инспекцией больницу скорой медицинской помощи. И швецы, и жнецы, и недудей, и грецы, и в спорте удальцы. Работники учреждения образования Бреста принимают участие в 17-м осеннем турслете, организованном городским комитетом от Рослевого профсоюза совместно с отделом образования Брестского горосполкома. Шесть команд из пяти стран Беларуси, Украины, России, Армении, Азербайджана стали участниками 12-го международного турнира таможенных служб по мини-футболу. Титул чемпиона в себе вернули хозяева турнира представители Брестской таможни. Реконструкция Кобринского путепровода И как сегодня организуется транспортное сообщение по нему. Брест считается одним из самых автомобилизированных городов страны. За рулем и совсем юные жители, и опытные водители, и мужчины, и женщины. Машины всех форм фирмы и мастей не прекращают ездить даже ночью. Трафик с каждым годом интенсифицируется, и порой старых транспортных артерий для комфортного перемещения становится мало. Так было и с Кобринским путепроводом. Мост ведет в самое сердце города. Поток автомобилей здесь особенно плотный. Чтобы сделать проезд в центр и обратно беспроблемным, было принято решение провести масштабную реконструкцию. За ходом работы многие брещане могут наблюдать лично. Для тех, чей маршрут пролегает по другим улицам, мы расскажем, на каком этапе находится стройка и как сегодня здесь организовано движение. Считанные месяцы назад брещане, проезжая по Кобринскому путепроводу, выглядывали из окон и пытались представить, как и где здесь будет стоять новый мост. Сегодня таким вопросом не задаются. Объект уверенно обретает свои очертания. Да, в настоящее время при передвижении по путепроводу есть определенные ограничения. Однако, как мы уже говорили в одном из сюжетов, к масштабным стройкам люди относятся с пониманием. Должно улучшиться. И так в обрестовании такое сильно большое движение, чтобы там были большие изменения. Но, в принципе, улучшаются дорожные условия. Все, Серб, я как пенсионер, особо не езжу. Это вот профессионалы, конечно, им тяжело. Постоянно вот ездят. А я пенсионеров внуков приехал, забрал. Уже по полчаса не будем в пробке стоять. Уже будем пролетать. Ну, может, пробок меньше будет. Часто аварии на этом мосту на старом бою. Я думаю, конечно, все, что строится, это только на благо народа. К слову, для тех, кто еще не разобрался в схеме нового движения, поясняем. Сегодня все потоки, автомобильные и пешеходные, идут по новой части моста. Для машин в сторону центра две полосы, сужающиеся в одну у подножья путепровода, где устанавливают части пешеходного туннеля. На восток полоса одна. Такая система будет действовать около месяца. Есть узкое место, там, где подземный пешеходный переход. Учитывая, что мы только уложили 12 блоков, а чтобы сделать полноценный мост, надо было уложить еще 5 блоков, чтобы было 17. Поэтому сегодня узкое место – это, можно сказать, горловина этого путепровода, который надо еще выполнить. Значит, сегодня, после открытия путепровода в обе стороны и закрытия старого путепровода, значит, мы приступили оперативно к разборке фрезерования асфальтобетона, чтобы начать укладку звеньев подземно-пешеходного туннеля. Внимательные обречания уже заметили. В настоящее время дорогу прокладывают и рядом с Кобринским путепроводом, если ехать из центра города по правой стороне. Ее запустят взамен существующие здесь и со временем не уберут. Она тут по плану на постоянной основе. Мы сегодня занимаемся и с обеда будем укладывать асфальтобетон, потому что эта дорога существующая, она закрывается. Закрывается, потому что выходит звенья подземно-пешеходного туннеля, и поэтому движение будет осуществляться по той дороге. По словам руководства города и самих строителей, введение в строй всего объекта запланировано на 2019 год. Сегодня работы идут в полном соответствии с графиком и сомневаться в том, что уже следующим летом движение здесь заживет новой, усовершенствованной жизнью не приходится. У нас как бы две задачи. Первая – сфрезеровать весь путепровод, чтобы дать возможность строить подземный пешеходный туннель. И вторая задача – освободить старый мост, чтобы начинать разборку балок. Значит, новый мост мы должны ввести 15 июня 2019 года. Будет полностью симметричный мост этому левому путепроводу. На такой же высоте, значит, формула моста, или так взять, сказать, основу моста 20-24-24-20. Четырехпролетный мост. От водителей требуется только одно – проявить терпение к временным неудобствам, за которые, к слову, строители не устают приносить извинения. Хотел бы, учитывая возможности, что, общаясь с вами, попросить прощения у жителей города Бреста за те неудобства, которые строители оказывают вот сейчас. Но я думаю, что в связи с открытием нового путепровода эти все беды, невзгоды уйдут. И это будет подарком строителей тысячелетий города Бреста в следующем году. Анастасия Стропко, Павел Малошонок, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Действительно, все неудобства, которые сегодня мы наблюдаем, временные. Это нужно принять и понять. А еще правильнее будет представить, как преобразится наш Брест. Сегодня большие стройки в областном центре явление повсеместное. О выпусках программы «Бугинформ» о том, как меняется город, мы рассказываем регулярно. Сейчас речь также пойдет о важном социальном объекте, модернизация которого внесет существенные изменения в систему здравоохранения. На этой неделе председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис посетил с инспекцией больницу скорой медицинской помощи. Об изменениях, которые произошли в лечебном учреждении, а также о планах на будущее усовершенствование, смотрите в следующем материале выпуска. Кажется, что сюжеты о начале масштабной стройки на территории больницы скорой медицинской помощи корреспонденты нашего канала снимали совсем недавно. Сначала здесь был просто котлован, и представить, как и что будет на его месте, было непросто. Но в считанные месяцы начали буквально на глазах расти стены, и силуэт будущей пристройки постепенно вырисовывался. Сегодня все три этажа готовы, и с начала сентября новое приемное отделение начало функционировать. В октябре 2017 года строительство начато, в сентябре этого года строительство окончено. Мы сдаем первую очередь. Было предусмотрено 2 миллиона 800 тысяч рублей, средства были сэкономлены и будут направлены на вторую очередь. Здесь здание построено с нужным качеством и в необходимые нормативные сроки. Больница скорой медпомощи – один из центральных объектов системы городского здравоохранения. Большую часть экстренных пациентов из самых непростых случаев принимают и лечат именно здесь. Важно, чтобы условия работы персонала и пребывания больных были максимально комфортными, а для диагностики и лечения имелось все необходимое. Со своими задачами лечебное учреждение справлялось и раньше до масштабной реконструкции, однако в медицине, как, пожалуй, ни в одной другой области, важно шагать в ногу со временем. Здесь планируется в новом здании установка двух томографов – магнитно-резонансного томографа и рентгеновского компьютерного томографа. Это происходит централизованная закупка за счет средств республиканского бюджета. Все остальное оборудование, полное все закупается за счет местного бюджета. Это лабораторное оборудование, это оборудование для эндоскопии, это оборудование для реанимационного зала здесь и для приемного. Важный момент – введение в строй нового приемного отделения. Только часть большой работы. Совсем скоро строители примутся за вторую очередь реконструкции. Во дворе появится административно-бытовой комплекс, стерилизационная мастерская и склады. Напомним, реконструкция больницы скорой медицинской помощи – один из пунктов списка объектов подготовки к тысячелетию. То приемное отделение, которое было, оно 80 квадратных метров, шесть всего кабинетов, конечно, не для пациента и не для медицинских работников, это уже прошлый век, понимаете, это было невозможно работать. Сегодня здесь 400 квадратных метров, 20 кабинетов, так вы представляете. Потому что количество, к сожалению, поступавших сюда, а здесь поступали и по скорой помощи, и травматология, более 20 тысяч. 10 тысяч по скорой помощи, 16 тысяч – травматология. Поэтому это было необходимо для того, чтобы создать нормальные условия. Во вторую очередь реконструкции также будет оборудован постоянный заезд для машин скорой помощи со стороны улицы Гоголя. Сегодня автомобили временно заезжают с Белова. Анастасия Стропко, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Развитие экономического сотрудничества – главная тема встреч руководства области и города с делегациями, приезжающими в Брест. Также делается упор на вовлечение белорусского регионального частного бизнеса и крупных иностранных инвесторов в социально-экономическое развитие регионов. И это обоснованно на это нацеливает глава государства. Сегодня это понимают и руководители предприятий и организаций. Минувшая рабочая неделя была достаточно насыщенной в этом плане. Напомним об итогах встреч. В Брестском облсполкоме состоялся диалог губернатора региона Анатолия Алиса с послом Казахстана в нашей стране Ермухаммедом Миртызбаевым. Разговор проходил в русле недавних договоренностей президента Белоруссии и Казахстана, которые поставили задачу довести товарооборот между странами до 1 миллиарда долларов США. Цифра 2017-го – 690 миллионов. Это касается и межрегионального сотрудничества. Темп роста товарооборота между Брещиной и Казахстаном за январь и июль текущего года – 18%. Экспортируем больше, чем покупаем. Белорусские товары ценятся в Казахстане. И работу в этом направлении необходимо продолжать. Торговля неплохими темпами идет. Вместе с тем, с учетом участия Республики Белоруссии и Республики Казахстан, в целом ряда интеграционных образований, полагаю, что потенциал нашего сотрудничества может быть гораздо выше. В области зарегистрировано 7 предприятий с казахстанским капиталом. Но это мы считаем, что может быть значительно их и больше, так как Брестская область имеет значительные возможности для более широкого привлечения инвестиций. Ермухамед Ертезбаев подчеркнул, что заинтересованность в сотрудничестве по всем направлениям – от покупки и продажи товаров до создания совместных производств – есть с обеих сторон. Казахстан для Белоруссии – это супервыгодный партнер, потому что вы поставляете в Казахстан ну все, начиная с носков, обуви, заканчивая крупной промышленной техникой и так далее. У нас белорусская продукция сельскохозяйственная и так далее широко представлена практически во всех магазинах Казахстана. Мы достигли очень больших успехов в реформах, но наличие в большом количестве у нас нефти, газа, цветных металлов – все никак не дает возможности сделать серьезную трансформацию в экономику, с тем, чтобы мы, как белорусы, тоже могли производить такую продукцию и поставлять ее на другие рынки. Поэтому с этой точки зрения Беларусь – это важнейший партнер для Казахстана, с тем, чтобы мы на базе совместных предприятий создали у себя аналогичную продукцию. Диалог о состоянии и перспективах взаимодействия Беларуси и Казахстана будет продолжен в Бресте в середине ноября. На этот период запланировано заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В числе визитеров, которые на этой неделе посетили Брест, представители различных отраслей народно-хозяйственного комплекса, городского округа провинции Аньхой Китайской Народной Республики города Хэфэй, население которого составляет без малого 5 миллионов человек. Здесь высокоразвитое машиностроение, электроника, легкая химическая промышленность, производство стройматериалов. Год назад, осенью 2017-го, мэр Бреста Александр Рогачук в составе областной делегации посетил город Хэфэй. Тогда же было подписано соглашение о намерениях о сотрудничестве. Встреча в областном центре – хороший повод перейти от слов к делу. Эта встреча уже имеет предметный характер, потому что они посещают те предприятия, которые интересны нашим китайским партнерам именно в вопросах экспорта, нашего экспорта. Если брать в целом оценку внешнеторговых отношений с Китаем, города Бреста, да, есть динамика роста, есть проценты, но в принципе структура этого товарооборота, она для нас пока еще не очень хорошая. Есть тенденция, но еще пока не так. Если возьмем по 8 месяцам, наш торговый оборот составил без малого 50 миллионов. Так вот в этом 50 миллионов мы 45 миллионов, образно говоря, покупаем в Китае. И только лишь на 5 миллионов, даже чуть меньше суммы, мы отправляем в свои продукции в Китай. Поэтому сама структура наших отношений требует корректировки. И если есть у наших китайских партнеров интерес к нашей пищевой промышленности, к нашей перерабатывающей промышленности, к нашим другим проектам, надо обязательно эти вещи развивать. Это мой первый визит в Брест. Город произвел на меня хорошее впечатление. Во-первых, он богат исторически. Чего стоит только ваша брестская крепость-герой. Во-вторых, я думаю, что Брест очень стабильный населенный пункт. В-третьих, верю, что между нашими городами уже заложен надежный фундамент для сотрудничества. В ходе встречи особое внимание было уделено деятельности свободной экономической зоны Брест и зон развития города Хефей. В городе Хефей находятся четыре особо экономических зоны. Очень развитый промышленный индустриальный регион. Поэтому нам хотелось бы, чтобы выйти на прямые контакты с теми предприятиями, которые заинтересованы в кооперации с нашими предприятиями, в первую очередь, ну и для размещения производства и привлечения инвестиций на промышленные площадки СЭС. Город интересен тем, что это реально центр электронной промышленности, машиностроения. Всего Китая. То есть город очень экономически развит. Здесь важно найти свою нишу, чтобы поставлять свои продукции туда. А те формы, которые сейчас в кооперации зарождаются, то же самое вот проект с Брестмашем. Это компания Jack Motors, которая через МАС хочет войти в Брест. Но будем надеяться, что будет какой-то результат. Также на этой неделе в Брест с рабочим визитом прибыла делегация Федерации профсоюзов провинции Хубей Китайской Народной Республики. В ходе рабочей встречи состоялось подписание договора о сотрудничестве между Брестским областным объединением профсоюзов и Федерацией профсоюзов из провинции Хубей. Перспектива дальнейших деловых взаимоотношений предполагает обмен знаниями и приобретение новых возможностей для изучения и внедрения передового опыта. От строительной тематики и экономики перейдем к теме культуры. И это неудивительно, ведь сегодня ценители строк Бальзака и Дюма, почитатели поэзии Пушкина и Евтушенко, профессиональные авторы, читатели и, конечно же, сотрудники лучших книгохранилищ страны отмечают День библиотек. Сразу два торжественных события отметили накануне сотрудники Брестской городской библиотеки имени Пушкина. Профессиональный праздник и новоселье. Вновь открыл свои двери для читателей, только уже в обновленном формате и по новому адресу, филиал городской библиотеки под номером 2. О том, где искать появившуюся точку притяжения, любителям книг и чтения, расскажем прямо сейчас. Сегодня в Беларуси отмечают День библиотек. В Бресте в канун праздника возобновил свою работу второй филиал Брестской центральной городской библиотеки имени Пушкина. Ранее современным требованиям учреждение культуры не соответствовало, потому идею о переезде сотрудники восприняли с радостью и воодушевлением. Говорят, перемены назревали очень давно и были крайне необходимы. Микрорайон Дубровка у нас, ну, несколько, это окраина Бреста, так скажем. И ДК «Химик» был единственным культурным центром, а библиотека – единственная библиотека этого микрорайона. Библиотека – это наша хорошая. Здесь действительно очень много читателей. Ежегодно библиотека обслуживает более двух тысяч человек. Оставить жителей густонаселенной Дубровки без единственного очага культуры было бы как минимум странно. Отныне адрес прописки нового учреждения – Дубровская, 5-1. В новой библиотеке продумано все до мелочей. Здесь можно самостоятельно или с помощью библиотекаря выбрать нужную книгу. Есть возможность уединиться. Для прочтения предусмотрено наличие удобных и комфортных посадочных мест в просторном читальном зале. Основу фонда составляют издания, собранные за 48 лет. Это 18,5 тысяч экземпляров книг. Меня просили не называть предприятие города, которое выступило спонсором для пополнения фондов нашей библиотеки. Огромная им все-таки такая, хоть и заочная благодарность, потому что благодаря им приобретено 557 книг для детей, новых книг для этой библиотеки. Новоселье – праздник не только сами их библиотекари, но и писателей, авторов, издателей, книговедов, редакторов и, конечно, читателей. В ходе торжества огромный символичный ключ от новенькой библиотеки вручили заведующих филиалом Татьяне Кузьмич. Есть много и журналов, и газет. Хорошая подписка у нас. Поэтому любой человек может найти для себя то, что он хотел бы. И женские романы, и детективы, очень много по краеведению, и духовная литература. В любом направлении, у кого на что лежит душа, может себе найти детская литература очень хорошая. Брестская городская сеть насчитывает 15 библиотек, в которых работают 86 специалистов книжного дела. И для каждого из них важно, чтобы библиотека, несмотря на то, что технологии заменили книги на планшеты и телефоны, по-прежнему оставалась культурным, образовательным, просветительным центром, способным не только сохранить, но и приумножить духовное богатство. Сделать это в комфортных условиях гораздо легче. Продолжение следует... В период с 13 по 15 сентября в живописном и зеленом уголке Малориты на территории базы отдыха у Ёжика вдали от оживленных трасс и городских хлопот стартовал 17 по счету туристический слет педагогических работников города над Бугом. Палатки были видны еще на подступах к базе отдыха, а сам лагерь больше напоминал густонаселенный городок. Сюда приехали 13 команд из учебных заведений Бреста. Просто даже провести время, посоревноваться, посидеть у костра, попить туристические песни. Это очень здорово и очень замечательно, поэтому надо такое проводить и надо быть с коллективом, надо быть с командой. Конечно, важен корпоративный дух. Много очень новых педагогов, много молодых специалистов, которые вливаются в наше туристское движение. Это здорово, здоровый образ жизни. Победители наши, конечно, все получат призы от городского комитета профсоюза. Победитель, главный победитель кубок призера получит. Ну и победители в различных конкурсах получат денежное вознаграждение от городского комитета профсоюза. За несколько дней, проведенных на свежем воздухе под открытым небом, педагоги смогли не только с комфортом расположиться на территории лесного массива, но и проявить свои способности в различных испытаниях. Насыщенность конкурсной программы действительно удивляет соревнования капитана в дартс и в спортивном ориентировании, соревнования по технике водного туризма и туристическому бивуаку, конкурс узлов и песни. Конечно, наиболее зрелищные и яркие моменты программы – состязание по технике горно-пешеходного туризма и конкурс рыбаков. Программа рассчитана от нашего туристического взлета с тем расчетом, чтобы было в баланс такой и отдохнуть люди могли, но и чтобы было время плотно занято. Поэтому программа очень разнообразная. Это и спорт, и отдых, и романтика. И, ну, это, знаете, одним каким-то словом даже не определишь. Это такое вот, ну, как семья – это что? Это труд, или это отдых, или это любовь, или это что? Это все вместе. Поэтому слет тоже. Вот это такое интересное дело, которое всем нравится. Конечно, все команды были настроены по-боевому и старались задержать заветную победу. Но все же главное в слете, признаются участники, другое. Турслет – это прежде всего встреча друзей, поиск единомышленников, костер и песни под гитару. Словом, та неповторимая атмосфера соперничества и дружелюбия, единения с природой и друг с другом, которую люди ищут за пределами города. Турслет 2018-го посвящен году Малой Родины. И кто-то очень близкий и весь тихонько скажет, так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Виктория Саченко, Эдор Букунович, Антон Луговкин. Итоги недели. 20 сентября свой профессиональный праздник отметят сотрудники таможенной службы Республики Беларусь. Дата была установлена в 1996 году и с того времени в 20-й день первого месяца осени, а также в его преддверии по всей стране проводится цикл мероприятий. Не является исключением и Брещина. Текущая неделя в городе над Бугом была отмечена сразу несколькими важными событиями. О них подробнее в заключительном материале выпуска. Неделя в Бресте началась со свистка судьи международного турнира по мини-футболу среди таможенных служб. Соревнования эти для города не новинка. В 2018-м областной центр принял их уже в 12-й по счету раз. Побороться за звание лучшей приехали 6 команд из 5 стран. Беларусь, Украина, Россия, Армения и Азербайджана. Организатор соревнования «Брестская таможня» – инициативу, которая служит укреплению дружеских связей и развитию футбола, поддерживает руководство города. Город Брест имеет не только хорошие футбольные традиции, но и имеет хорошие футбольные амбиции. Только недавно мы отметили комендарочное удостоверение Диего Маратони, который передал поехать в Красиво-Женице, в Сибирь, на Народину. Сейчас мы активно строим футбольные объекты, я имею в виду футбольный манеж. И в планах у нас большое строительство большого футбольного стадиона для большого футбола. Но больший футбол состоит из многих слагаемых, в том числе из таких замечательных мероприятий, как этот. За 12 лет проведения турнира состав команд участниц менялся. К примеру, после девятилетнего перерыва вернулся в игру «Азербайджан». Серьезно вырос и уровень спортсменов. Вместе с тем атмосфера осталась дружеской. Уровень спортсменов растет с каждым годом, потому что именно тот накал, те страсти, которые были в предыдущих турнирах, они, конечно же, продвигают этот вид спорта. И здесь уже не только спортивный задор, но и какая-то, может быть, спортивная злость уже присутствует, потому что принципиально они уже приезжают, они настроены все, все абсолютно настроены. И здесь не важно, кто из какой страны прибыл, ребята знают друг друга. Они уже давно дружат, они переписываются постоянно. Но спорт есть спорт. И в пятницу после пяти дней напряженной борьбы лидер определился. Титул чемпиона в себе вернули хозяева турнира. На втором месте Россия. Третью ступень пьедестала заняли гости из южной страны-соседки Украины. Все команды в этом году были настолько профессиональны, что, честно говоря, чувство гордости переполняет за то, что наш чемпионат с каждым годом становится все более интересным, все более увлекательным. И очень много молодежи, которые сегодня приходят работать в таможенные органы, они уже приходя интересуются, есть ли шанс у них в том числе попасть в наш клуб футбольный. Поэтому я доволен результатом. По словам победителей, подготовка к стартам была серьезной, а финальный матч чрезвычайно напряженным. Но даже уступая 0-2, игроки выстояли, а затем и вовсе переломили ход поединка и забрали главный трофей. Конечно, с настроением уже можно говорить, потому что наконец-то мы за последних, скажем, шесть лет, наконец-то выиграли на шестой раз после пятилетнего перерыва и очень довольны. Турнир, как всегда, у нас проходит на высоком организационном уровне, поэтому в этом году болельщики смотрят это все в прямом эфире в интернет-трансляции. Поэтому, ну, очень довольны. Соревнования завершены, но это не повод для грусти, уверены участники. Уже через год в Бресте прозвучит свисток судьи, оповещающий о начале первой игры 13-го турнира. Между тем, не только таможенным спортом была отмечена прошедшая неделя. В пятницу в мемориале Брестская крепость за герой присягу на верность Родине и выбранному делу принесли 28 молодых сотрудников таможенной службы. В Брестской таможне трудятся прекрасные люди. Конечно же, самая наша основная ценность – это, конечно же, наши кадры. Мы сегодня много внимания отдаем подготовке молодых людей, которые приходят к нам. Вы видели выступление нашего ветерана, то есть мы очень плотно работаем с ветеранами. Институт наставничества у нас является одним из главных сегодня в подготовке наших кадров. Но ребята, конечно, приходят высокообразованные, подготовленные, высокоинтеллектуальные, поэтому пройдя тщательный отбор, пройдя вот этот, скажем так, просеяв их через очень мелкое сито, мы подбираем себе лучше. Ну и эта работа, конечно же, дает результат, потому что Брестская таможня является одной из лучших в системе. В числе заступающих на службу немало представительниц прекрасной половины человечества. Работа на таможне – дело непростое, нередко сопряженное с риском для жизни и здоровья. Но смелых девушек это не останавливает. У меня просто мама тоже при форме, то есть я, ну не по ее стопам, скажем так, но также надела форму, ответственно подошла к этому вопросу, выбрала таможнюю службу. Слова поздравлений и напутствия прозвучали в этот день не раз, обратился к молодому пополнению губернатор региона Анатолий Лис. Я хотел бы пожелать вам, прежде всего, конечно, крепкого здоровья, оно нужно вам. Естественно, профессионализма, верности, интересам нашего государства, дисциплинированности, всего самого доброго. Успехов в труде и верности выбранному делу желают молодежи ветераны таможенной службы. Если бы вот сейчас мне все пришлось бы начинать сначала, то выбор бы пал только на таможню. Потому что здесь работать почетно, ответственно, дисциплина, строгость. Чтобы стать хорошим специалистом, недостаточно иметь высокие профессиональные знания. Самое главное, чтобы была честность, добросовестность, принципиальность и добросовестное исполнение своего служебного долга. В рамках церемонии внимание было уделено и тем, кто на таможне служит уже не первый год. 12 человек получили государственные награды. На следующей неделе мероприятия, приуроченные ко дню сотрудников таможенной службы, будут продолжены. Напомним, свой профессиональный праздник защитники экономической безопасности рубежей нашей страны отметят 20 сентября. Анастасия Стропко, Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Это были итоги недели на Бук ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в Ютуб. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте, 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Погода в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Лишь в восточных и северо-восточных районах республики скажется влияние фронтального раздела и неустойчивой воздушной массы. В Бресте день будет отмечен переменной облачностью. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 11-13 градусов, максимальная днем плюс 19. 17 сентября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Только в дневные часы в северных районах страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Без осадка в Бресте пройдет первый день рабочей недели. Ветер юго-западный умеренный. В ночные часы температура воздуха составит 10-12 градусов и до 20 прогреется воздух в течение дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова